Привет всем! Меня зовут Юля. Вы находитесь на канале о вязании Юля Емеля-Митинь. Я свое включение сейчас веду из Сочи, с нашей дачи. И хочу немножко поделиться своими процессами, как я здесь вяжу в 33 градуса, что происходит немножко вскользь затрону, как мы проводим время. И основную нарезку видео, небольшое такое видео будет, как я провожу время в Сочи, видео вы сможете увидеть на моем личном канале. И так как здесь я не одна, поэтому будут какие-то посторонние звуки, шумы, дрели, собаки, дети, люди, соседи. Поэтому будет такое полное погружение в атмосферу. Первое, что я хочу показать, наверное, давайте я покажу шапку, которую я уже здесь связала, шапку из Мериноса. Вот такая шапка. Я ее показывала в своем инстаграм. В прямом эфире есть запись прямого эфира здесь, на моем YouTube-канале. Но я поняла, что я мало кто посмотрел, поэтому я решила еще раз показать эту шапочку, чтобы все-таки не только похвалиться, но еще и поделиться тем, что я связала, и то, что шапка действительно получилась интересной. Я первый раз связала шапку резинкой один к одному с закрытием в 4 клина. И я когда смотрела эти шапки на фотографиях, я не понимала, как добиваются вот таких острых кончиков. На самом деле нет никакого чуда, просто шапки, которые вяжутся резинкой один к одному, они имеют очень коническую форму в конце, просто потому, что они сильно сжимаются, ну, ввиду того, что связана резинкой. Поэтому я просто закрыла эту шапку четырьмя клинями по одной петле. Закрытие через одну петлю, и все, вы ничего. Давайте я ее надену. Получается у меня такая вот торчащая макушка. Шапку я планирую носить вот так. Я вот так вот подворачиваю. Вот так я подворачиваю. И вот так буду носить. То есть получается такой кончик в конце, и она не совсем круглая. Мне очень нравится результат. Померила ребенка, ей тоже очень понравилось. И я даже буду вязать фэмили лук. Я уже заказала пряжу. Отсюда заказала пряжу, там, в Москву. И туда она приедет, и я буду вязать еще одну шапочку такую, только детскую. Ну, кстати говоря, она села на голову и 55. Здесь, по-моему, не помню, то ли 102, то ли 110 петель. Я носила на голову и детскую тоже, окружностью 51. Но я все равно после стирки она еще расширилась. Чуть-чуть так размякла этот меринос. Я связала его на спицах номер 3. Это меринос в 50 граммах 125 метров. Он так немножко расширился. Стал еще более пластичным. Разровнялся, расправился. И нужно все-таки детской вязать поменьше петель. И, знаете, я, видимо, давно не вязала полотна вот так сплошь резинка один к одному. И, честно говоря, полотно до стирки было, ну, оно и после стирки не идеальное. Но до стирки было еще более таким покоцанным. Люблю, когда очень ровные петли. Ну, вот так они немножко скачут. Что хочу еще рассказать об этой шапочке. Я купила два мотка. По-моему, я даже не помню, каких покупала. По-моему, это было в офлайн-магазине. Я пришла и купила. Да, вот так вот лично. Покупала два мотка. И еще, помню, четыре мотка Ангоры и другого мериноса. Ну, мне вынесла девушка эти два мотка. Я купила и ушла. Узвала мотка и все. Когда я уже связала, даже до стирки этого не обнаружила, оказалось, что у меня от цвета шапки, видите, границу. Немножко отличается один моток от другого. Вот эта граница. Даже здесь немножко видна она. И я не поняла вначале сразу. Я слышала такое о пряже Би-Би-Би. Но о ланагате я таких погрешностей, когда в одной партии такая разница в цветах, я не слыхала. В общем, я еще искала, искала, искала свои бирки, этикетки от этой пряжи. В итоге нашла, я думала, потеряла. Выяснилось, вот эти две этикетки. И выяснилось, что я купила один цвет, все хорошо. Но мне продали разную партию. Одна, ну, совершенно разной партии. 91,060 и 91,371. И я поняла, что я купила разную партию, не проверив в магазине, забрала эти два моточка. И вот так вот я встряла. То есть, вроде бы, много лет вижу, много чем занимаюсь. Сейчас машина проедет, я буду говорить. Уехал автомобиль. Так вот, я вроде давно вижу, давно этим занимаюсь. Но при покупке я проверяю партии, только когда я много беру сразу мотков. А когда я покупаю по два мотка, там по три, у меня даже мысли не приходят проверять партии этих мотков. Но, оказывается, нужно проверять это, даже когда покупаешь всего лишь два мотка. Вот я попала. Не буду я ничего перевязывать, естественно. Эта шапка, я вязала ее себе. Она в таком сложенном состоянии. И не думаю, что будет особо видна людям. Поэтому я ее так и оставлю. Не уверена, что даже вы это заметили, пока я не сказала. Вот на камеру, да, при примерке. Поэтому оставлю. И вам советую, предупреждаю, всегда-всегда проверяйте партии. Даже если вы берете всего лишь на два, два моточка на одну шапку. С двух моточков у меня остался вот такой. Ну, здесь, наверное, где-то половина, то есть здесь ушло полтора мотка. Ту пряжу, которую я уже заказала, мне купили, привезли. Там нормальные лоты, там нормальные партии. Я с них буду вязать, и все будет нормально. В общем, такая история. Еще параллельно с этой пряжей я покупала пряжу Ангора и Меринос. Вот так у меня образец. Давайте я, наверное, вначале покажу пряжу. Я купила два мотка Ланагата Мини Софт и два мотка Ангоры Вулси. Такой серый цвет. Вот этот цвет называется серо-бежевый номер 274. А вот этот цвет 2439. Какой-то он не меланжевый, а простой серый. А этот цвет, да, правда, серо-бежевый, но такой льняной. Такой льняной цвет. Они немного отличаются. Я их планирую совместить. В Ангоре здесь 25 грамм 160 метров, а в Ланагата Мини Софт 50 грамм 170 метров. Я их планирую соединить. Вот такой можно альтернативу найти в Ланагроса и в Би-Би-Би. Такую плотность нитки. Один мат, одна ниточка Ланагата Мери Нос и одна ниточка Ангоры. Получается вот такое пушистое полотно. Видно. Такого меланжевого окраса приобретает. Мне очень нравится. Я буду вязать из нее, из такого сочетания цветов шапку, теплую, с отворотом. Но вот у меня образец резинка один к одному. Ну, я что-то вдруг уже, когда взяла спицы в руки, решила, что я не хочу. Здесь у меня комары. Что я не хочу вязать резинку один к одному. Я хочу что-то более интересное, но в то же время простого, как я люблю, дизайна. Я решила вязать резинку два к одному. Здесь я уже начала вязать, но, естественно, ничего не видно. Это только первый ряд. Вот я только-только начала. Тут, наверное, 20 петелек провязала. И будет у меня... Комары меня атакуют. И будет шапка резинкой три к одному с отворотом. Но я хочу, чтобы у этой шапки везде была одинаковая полоса. Так как три к одному с одной стороны, вы видите, две петли лицевые, да, например, с лицевой стороны, с изнаночной, три петли изнаночной. В общем, я хочу сделать так, чтобы она была везде одинаковая, чтобы не было этой разницы в отвороте. Вот как здесь, например, нет разницы в отвороте. Везде один к одному, потому что рапорт двусторонний. И там я хочу сделать точно так же. Будем думать как, но я же примерно предполагаю, наверное, там нужно сделать будет какой-то поворотный ряд и продолжить вязание. Вот такой у меня план. Я уже взялась. Еще перед моей поездкой в Сочи мне моя подруга заказала шапку теплую на совсем-совсем-совсем зимнюю зиму. Она живет в Нефтьюганске или в Тюмени, в общем, там, где совсем холодно. И мы решили с ней... Она захотела шапку косыми. Мы решили с ней соединить меринос с более пушистой пряжей. И я добавила нитку махера на шелке. И получилось, я соединила меринос, который весит в 50 граммах 125 метров такой толщины. И две нитки. И одна нитка вот махера на шелке. Получилась такая очень пухленькая косичная шапка. Покажу ее на экране отдельно. И снуд. Снуд у меня связан с платочной вязкой и косы на шапке. С помпоном чернобурки и изнаночная внутренняя сторона там подшита флисом. Потому что у них очень холодно. И, как мне сказали, что там продувается любая шапка. И тепло только с флисовым подкладом. Поэтому так. Смена ракурса. Потому что вышло солнышко и стало хуже видно картинку. Я рассказывала вот об этой пряже Софио. Я хочу сказать, что я ее вязала в жару. По-моему, там было 33 градуса. Это был кошмар. И, честно говоря, очень-очень трудно вязать, когда вот такая духота. Вроде бы, да, жарко-жарко. Но когда ты живешь постоянно в климате, где у тебя максимум 25. Ну, то бишь, в средней части России. А потом перебираешься на юг. Набираешь с собой кучу шерсти. Понимаешь, что меньше, чем под кондиционером. Невозможно это все вязать. В общем, я этот образец вязала, наверное, дня 4. Потому что я подступалась, отступала от него. Вот. И так он у меня лежит. Ну, в общем, я его постирала. Это готовый уже образец кругового вязания. Если вы хотите взять, узнать вашу точную плотность вашей нитки. И если вы знаете, что вы будете вязать в круговую. Вяжите вот такие образцы. Они вам дадут точную плотность. Вы никогда не ошибетесь. И не вяжите их слишком маленьким. Потому что если вы вяжете, набираете мальное количество петель. И вяжете туго. И вам сложно переставлять набер петли на спицах. То у вас будет и плотность выше. И плотность ваша будет обманчива в таком случае. Поэтому вяжите такие нормальные образцы. Вот так получилось мне даже клонать часть рукава. Вот так. Что касается свитера, который связала из альпаки на шоке. Я его здесь немного покажу. Ставлю пару фотографий. Этот свитер я уже связала на размер 50-52. Первый размер я вязала на 46-48. Могу сказать, что у меня удалось попасть в размер. Очень прекрасно все село. Я довольна и пряжей. Это пряжа альпака. Silk Drops. Браш тальпака Silk. И могу сказать, что в зависимости от цвета, эта вся пряжа отличается по пушистости. Вот этот цвет, из которого вязала непосредственно свитер, цвет номер 4. А этот цвет номер 3. Темно-серый. И он гораздо более волокнистый, пушистый, чем вот этот. Не знаю, чем это обусловлено. Ну вот, слыхала? Ну вот, на практике, когда держу в руках сразу два матка разного цвета, я точно могу сказать это правда. Вот, на такой свитер 50-52 у меня ушло 7 матков, а на меньшего размера свитер ушло 6, но впритык. Я очень довольна тем расходом, потому что свитер получился, весит 175 грамм, не больше. Он теплый, приятный получился, с высокой такой отложной свободной горловиной. Поэтому можно надевать даже на самой такой пышной крупной прической. Здесь я чуть-чуть стянула, конечно, наборный край. Нужно было набирать на более крупных спицах. Это я все указываю в своем описании, которое выпущу на Раглари. Я, наверное, уже вышла, пока вы видите это видео. И можно будет связать без перевязок. Вот замечательный свитер, который сзади он связан лицевой гладью, впереди он весь в таких волнистых косах. Мне очень нравится, как получилось вроде лаконичный, в то же время очень такой приятный, нарядный получился свитер, такого даже классического типа, с широкими такими манжетами. И по бокам, по нижнему краю у него разрезы. Нитки я еще не заправила, но он уже постиран, влажно-тепло в обработку мы уже прошли. И вы видите, в боковых сторонах на разрезах нет никаких ни растяжек, ничего. Здесь не растянется, потому что обе половинки скреплены между собой, вот именно в основании разреза. Об этом тоже я рассказываю в своем писании. Все-все видео будут внутри PDF-файла, по которым можно пройти по ссылкам и все увидеть. Вот такой свитерок. Спасибо вам, что остаетесь на моем канале, что смотрите мои видео. Учитесь по моим мастер-классам, по моим писаниям. Подписывайтесь и смотрите дальше мои видео и следите за моим вязанием. Пока-пока, удачных проектов! Там огромная шляпа такая, шикарная. Чусели. Крупные семечки получились, да? Мамочка, убери, там жучок! Там уползет. Нет!